Приветствую всех на канале Мотковод. С вами я, Юбак Игорь, моя любимая жена Машенька. Машенька, привет! Итак, друзья, мы продолжаем работать с хвостами на данном тачке. Последний раз мы тут были неделю назад, подставляли им ващинку. Ну, в некоторые семьи подставляли, в некоторые, может, не подставляли. На данный момент пришли опять с надеждой постановки ващину, так как, ну, предполагаем, что ту должны ващину были освоить, засеять, и им необходимо следующее. В прошлый раз, когда мы были, смотрели, в некоторых семьях из-за непогоды ващину осваивали недружелюбно. Некоторые ващинки нам даже погрызли. Ну, за эту последнюю неделю погода, конечно, была более дружелюбной. Было, ну, конечно, были и дожди, но также была и хорошая погода. Ну, и будем надеяться, что тут ващину нашу освоили все хорошо. Мы также их подкармливали в прошлый раз, когда им ставили, ващинку расширяли. Ну, и сейчас будем смотреть дальше расширять. Судя по обсяженности, конечно, сюда можно поставить. Наблюдаются еще какие-то мисочки, но это уже остатки прошлого, наверное, потому что, думаю, что уже не должно было бы быть. Это уже расплоды молодых маток. Так что тут еще. Пололось. Тут открытый расплод. Вот такой хороший расплод. Мисочки. На днях этот расплод уже понемногу начнет вылупляться. Пчелы в улях будут добавляться. И уже... Да, мисочек видим, что от того, что не было погоды, еще довольно много осталось. В данном уле матка не сразу была принята. При осмотре на прием мы обнаружили, что у нее проблема была с ногой. После чего мы меняли ее. Ну, и это уже получается как бы вторая. Данная овощина им была... Ну, не эта подставлена, а эта была в прошлый раз подставлена. Ее тоже видим, что они очень дружелюбно оттянули. Ну, или мы так навощили, что в одном месте, видите, не было прилипнуто... Прилепнутое до овощины. Из-за этого так и получилось. Или это наш косяк был. Ну, я ее тогда решил не менять, так как это не столь страшно. Так как с этой стороны все пчелиные соты. Ну, вот в этом месте немного трудно будет, но вполне себе нормально. Им была подставлена в прошлый раз вот эта овощина, которая... Да, это засеяно тут яйца. Которая была освоена. А, вот и маточка ходит. Вот ходит маточка. Ну, и все в порядке. Значит, сюда ставим одну овощинку. Машенька даст? Угу. Я немножко тут сделаю пересканувочку рамок. Для того, чтобы старые рамочки понемногу уходили взад. А эти оставались. Может, даже поставлю тут две овощины. А одну... Сейчас, покажу, друзья. Потому что на последние рамки тут расплода, а есть тут немного трудно. Можно эту рамочку забрать. Так как она... Я эту заберу и поставлю им две овощинки. Хоть она и кормовая, но уже надеемся, что будет хоть какая-нибудь погода. И пчелы хотя бы для своих нужд принесут... 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 Что-то упало. А, из дерева. Принесут для своих нужд. Значит, поставил одну сюда, а одну поставлю сюда, чтобы не разрывать гнездо... Расплодное гнездо овощины. Так как... Ну, нету сейчас такого обильного взятка. Или такой прям хорошей обстановки, чтобы можно было так рвать. Ну, и нету в этом необходимости. Вот так сформируем. И этот улик будем закрывать. Друзья, такую работу с хвостами ведем постоянно, так как... Ну, мы чудоводы пакетного производства. Нам, ну, так не так, продаем пакет. И стараемся, конечно, чтобы пакеты были у нас приличного качества. Я не буду говорить хорошего. Потому что в этом году погодные условия были не очень хорошие, чтобы дать прям хорошие пакеты. Но, тем не менее. А если еще с этим не работать, не смотреть на качество матки, подкладанной в семью, а просто надеяться, что и так сойдет, что потом повлияет весной не на очень хорошее развитие, семья не наберет силы, и, соответственно, продавать пакета не будет что. Или вот даже наблюдать за рамочками, если ее погрызли или порвали, чтобы ее поменять вовремя, так как... Потом, когда она засеет, уже из них, да, ее никто забирать не будет. Соответственно, она останется. И потом такую страшную рамочку давать... Ну, не охота. Хочется по максимуму сделать хорошо. А, как говорят, плохо, но и так получится. Так, друзья, смотрим второй. Ну, а мы посмотрим с вами пару вылет. Ну, и будем заработать. Муравьи немного вижу, залезли. Тут, наверное, поставлялось две. Эта и эта. Да, судя по обсиженности, расширить можно. Это засеянная рамочка. Я ее поставил на край, чтобы с нее выходила, но матка ее освоила и засеяла. Сейчас посмотрим, что с плащинкой. Немного грызанули. А она освоена и засеяна. Скажи, может. С этой стороны понемногу уже вылупляются ячейки. А, вот и маточка ходит. Ходит маточка. Расплод вот такой ее. Хороший расплод. На данную ситуацию это очень хороший расплод. Вот на этой рамочке, мне кажется, еще даже получше. Да, тут еще лучше. В некоторых ячейках, где нету расплода, там перга набита. Видно? Хороший расплод и замечательно. Да, сейчас этот как расплод начнет лупиться. Семья вырастет в объеме сразу же. Да, вот видим, как раз уже лупятся ее пчелки. Залупляются, так что. У нас, кстати, сегодня первый день лета. И погода хоть немного-то летняя, друзья. Правда, ветер дует. Но, тем не менее, куда лучше, чем было. Эта рамочка отстроена, но она в ней напрямую. Расплода в ней нет. В данную семью поставлю тоже, наверное, две овощины. Вот, друзья, смотрите. Я вот все грешу. Иногда на пчел погрызли этот кусок рамки. Наверное, это все-таки мы так в спешке навощили. Видим, что недовощина. И за то, из-за того так и получается. Я на пчел грешу. А, наверное, это наш грешок. Друзья, я всегда рамки оставляю на потом. Сбивать, наващивать. Ну, это, наверное, был последний год так. Больше я так делать не буду, так как когда их надо в руки, их, как всегда, нет. Буквально вот эти рамки, которые мы сейчас ставим сюда в гнезда. Они были сбиты вчера вечером. Папа вчера утром натянул проволоку. Мама только-только их навощила. Да и то она спешила. Из-за этого, может, немножко и сделала. Ну, не досмотрела. И из-за этого есть небольшой брак. Небольшой брак. Так что, как говорят, готовь сани летом, а рамки зимой. Гвоздик вылез. Там недавно спрашивали, что я каждый раз смотрю, когда ставлю рамочку в улей. Друзья, после того, как ее сбиваешь, она ровная. Но после того, как натягиваешь на ней проволочку, ее немножко ведет. И я смотрю так, чтобы верхний брусок соответствовал нижнему. Если есть какой-нибудь немножко изгиб, я ее подравлю руками. И ставлю в гнездо. Как-то так, друзья. Вот такая ведется работа с хвостами. И загнать их нельзя. Ну и сейчас еще один посмотрим. В прошлый раз в этих семьях где-нибудь где наблюдался тоже какой-то-то маточник. Об этом я вам рассказывал. О том, что из-за непогоды пчелы все-таки как-то ведут себя подозрительно. Не хотят выходить из райового состояния. Продолжают где-нибудь где тянуть маточники. Ну, на примере этих двух хурях видим, что там уже все в порядке. Сейчас еще посмотрим тут. Тут какая-то проблема с кормами. Рамка крайняя полностью пустая. Ну, это кормовая. Ой, говорю, кормовая. Это старая страшная рамка, с которой нужно, чтобы вышел расплод. Но мы ее забрали. В этом муле, наверное, какая-то проблема. Так как есть еще то, что я только что сказал. Есть какие-то еще оставшиеся маточники на этой рамочке был. Сейчас посмотрим. Туда видим и на овощи не потянули. Сейчас посмотрим, как она сеет. Может, она пчел не удовлетворяет. Обратим внимание на ее состояние. Да, вот видим, друзья, вот видим маточник. Есть маточник. Есть маточник. А что-то тут тоже есть, друзья, маточник. Ну, что-то я не вижу открытого расплода. Тут маточники я вижу. Что-то я, друзья, здесь не вижу открытого расплода. Может, по какой-то причине матка пропала. что-то, наверное, произошло. Да, открытого расплода. Но есть только уже большие личинки. Яиц нету нигде. тут по какой-то причине пропала матка. Бывает и такое. В этом году, конечно, это первое. Но мы видим, что бывает. Да, яиц снима. По какой-то причине пропала. Или мы придавили. Или что произошло. или был у нее какой-то дефект в приеме. Когда ее принимали, может, ее покалечили как-то. Матка немного побыла в уле и умерла. потому что она не улетела, так как пчел в улью в хвосте, а не в улью, можно сказать. Пчел в хвосте не стало меньше, чтобы сказать, что она улетела. Придавил. пропала она наверное недавно. Последнее, что тут наблюдаю, где-то двухдневные личинки. Это получается где-то пять дней назад. Мы последний раз тут были семь дней назад. Могло быть так, что мы ее как-то повредили. Что она после того еще немного посеяла и пропала. Даже не знаю, друзья. и такое бывает. Вот такие приключения, так что бывает разное. Бывает и такое. В данную семью поставится новая плодная матка и будет дальше наблюдаться. Сразу же оставляю тут колодец в этом месте. между расплодными рамками. Вот тут. Если бы тут вощины не было, можно было бы между эти двума сделать колодец, но так как тут вощина, на ней расплода нету, соответственно, поставим между двума расплодными рамками. Вот такое. прошлый раз в некоторых семьях, где наблюдались все-таки вот тоже маточники, я тоже немного пчел стряхивал с перед дуликом, так как недавно вам показывал, как это делал на том точку, где пенополиуретаны были. Может я ее сам стряхну, потому что всякое бывает. Ладно, все, на этом будем заканчивать. с вами были мы, подписываемся на наш канал, ставим классы, кому не нравится, дизлайки, всем пока, пока.